Ага! Добро пожаловать на Тити озеро. Тити озеро, так слышится у меня? Тити озеро. Кстати, у нас суббота, мы выехали на большое озеро здесь. Ну, сейчас ты поедешь. Так что сегодня такой маленький видосик будет, будем, наверное, отдыхать. И сегодня у нас главная цель, это детям, чтобы было хорошо. Ну и нам, так, осторожно, да? Видите, короткие мы одели такие швы, как это было. Ну, не знаю. Спасательные жилеты. Спасательные жилеты. Нам не надо, садись. Кстати, мы сейчас едем на электрической лодке. Я не знаю, сколько у нее узлов. Наверное, узлов 200. Так что мы поедем. Ну, готовим. Сама озеро находится где-то примерно 5 минут из дына машины. Так что недалеко. Берите деток, если будете здесь рядом. И езжайте сюда. Вообще, я хотел поговорить о детках. Так как вот мы находимся неделю уже в курорте. И, скажем, нас окружают одни немцы. Мы, кстати, с Романом единственные русскоговорящие в курорте. И общаемся с папашами, мамашами немками. И у всех ходит такое мнение, что немцы не хотят заводить детей. Что у немцев только если повезет, то один ребенок. Я вот сейчас смотрю, кто отдыхает, например, в курорте с нами. Я бы сказал, что нет. Что у немцев не только один ребенок. Например, у нашей группе 9 мужчин. И у всех по двое, по трое детей. Так что ни одного нету, который с одним ребенком или у них только один ребенок. Даже есть одна большая семья. Они отдыхают здесь, я говорил. У них вообще 9 детей. Но это большое исключение. Но я вот так вот посмотрю и скажу от себя, что нет. Немцы все равно тоже задумываются о семье. И я вот с одним разговаривал с мужчиной, у которого 3 ребенка. Я его спросил, или это было запланировано. Он говорит, нет. Мы хотели, заводили. У них разница вроде бы 3, 5 и 12 лет. Вот так вот. И говорит, все нормально. Так что я считаю, что всех под одну гребелку гребсти не стоит. Я даже скажу, что наши русскоговорящие в Германии сами даже не хотят детей завозить. У многих или один, или два. И все. А мы вот хаем немцев. Мол, типа, вот, немцы вымирают. Заезжают сюда только одни азюлянты. Они будут поддерживать Германию. Нет, это не так. Немцы тоже думают о будущей Германии, как говорится. И о детях. Кстати, я сейчас, наверное, шлепнусь в воду. Ребята, классно здесь. Кстати, если у вас нет машины, и вы приехали сюда на поезде. Я не помню, я говорю, последний раз в видео. То у вас есть возможность по окрестностям ездить бесплатно на автобусах. Так что проблем никаких нету по передвижению. А, кстати, всем нужны цены. Мы прокатились вот на этой электрической лодке. Ни на никаких прав. Ничего. Стоит 18 евро на полчаса. И полчаса хватает выше крыши. Потому что детям быстро надоедает. Им лучше вот сейчас они камни кидают. Это их лучше прикалывает. Чем занимаются дети в курорте? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать еще, что дети делятся на две категории. Это терапия дети и нетерапия дети. Разница в том, терапия называется те дети, которые тоже нужно лечение. Что у них какие-то проблемы с моторикой. Проблемы, скажем, кожаные заболевания. И смотря по их болезням, получают они свои процедуры. И наши дети, они не терапии дети. Да. Терапикинда. Как говорится, для них никакие терапии не прописываются. Но есть возможности участвовать в таких кружках. Там, например, спорт с детьми. В пятницу я делал с дочей фатакинд массаж. Это отец и ребенок. Массаж. Типа, папа делает ребенку массаж. Полчаса. Интересно. Дети хихикают, потому что им везде все щекотно. Там терапевт показывает, где как надо массировать. Тоже интересно. Ну и плюс, дети ходят на весь день в садик, в школу. Ну такие как бы кружки. И занимаются там своими делами. Рисуют. Делают домашние задания. Во вторник они будут готовить, обед себе. Да? Купите у меня две машинки. Куплю я тебе машинку. Ну и вот этим вот занимаются дети здесь у нас. Правда, вечером скучновато. Там должны родители что-то придумывать. Сына, дай руку. Должны родители что-то придумывать. Сегодня в субботу мы договорились с отцами. Вечером, когда уже будет темно, сходить в поход. Взять лампы, фонари. Кстати, мне надо купить еще батарейки для нашей лампы. Да, Андрюха? Да. И посмотрим, будет ли интересно им. Так как сегодня в субботу мы можем чуть подольше побыть. Ну как, рано ложиться спать нам не надо. Так как в воскресенье мы можем подольше поспать. И можем не в восемь идти в койку, а в девять вечера. И прогуляемся. Ну ладно, я уже заболтался. Так что вот этим занимаются дети. Конечно, родителям тоже надо смотреть, чтобы как-то своих детей немножко занять чем-нибудь. Вот мы в субботу-воскресенье. Кстати, в субботу-воскресенье никаких кружков нет. У них выходной. И получается, что нам нужно самим как-то так придумывать. Сегодня утром перед обедом мы ходили чисто в лес гулять. Опять же, я напоминаю, заходите на инстаграм. Там все фотографии. Продолжение следует... Что касается не терапики, не наших детей. Что если они чем-то заболели, или у них что-то поломалось, или типа такого, то врачи из нашей клиники не имеют права обследовать наших детей. Мы должны брать детишек и ехать в ближайшему к врачу и там обследовать. Ну, это из-за страховки. Если, конечно, ваш ребенок в терапии, то они, конечно, будут обследовать, даже обязаны. Например, у меня доча в среду неудачно упала на руку и поломала, к сожалению. И нам пришлось ехать в ближайшую больницу, так как они нам ничем не могли помочь. Не могли, или как... Не то, что делали, что не хотели, они не могли. Они не имеют права нам помогать, потому что они потом будут не застрахованы. Ну, мы съездили в больницу. Там, конечно, нам пришлось ждать в нот. А уф нам это... Переведите, пожалуйста. Я тоже такой русак. Или, вернее, у меня такой хороший русский. Где-то два часа они сделали снимки, рентген. И, к сожалению, была поломана лодыжка. Или как она называется по-русски. И теперь ей зафингарили гипс. Две недели ей надо ходить. Потом опять на повторные снимки. И потом скажут еще или недельку таскать. Или снимать. Ну и вот. Такие вот приключения у нас. Ладно, ребята. Это вот немножко опять о нашем курорте. Чем мы занимаемся. Немножко информации. Так что давайте не забываем ставить лайки. Да, автобус большой. Не забываем ставить лайки. Писать комментарии. Ну и, конечно, для тех, кто забежал недавно. Подписка с вас. Давайте до следующего видоса. Побежали.